Всем привет, с вами Ванок и сегодня я хотел бы вновь поговорить о модификации под названием The Outrealms для баналорда. Это безусловно один из самых, если вообще не самый обласканный на моем канале мод и для этого есть определенные причины. Дело в том, что Outrealms мало того, что сделан по любимой мной вселенной Warhammer Fantasy, так еще и реализован на крайне высоком уровне с просто детальным вниманием к различным нюансам, к стилистике, к экипировке, к карте, к поселению, к много чего на самом деле. Здесь и магия есть, и различные особенности лора местного мира. В общем, тут есть то, что на самом деле нравится многим в хороших модах, то есть тотальная переработка игры и эта самая переработка, она на самом деле еще только в начале пути своего. Ну, может быть, не в самом начале, конечно, но все-таки еще далеко до окончания и в будущем нам, наверное, еще предстоит увидеть кучу интересных решений, но пока что в текущем срезе с текущим подходом мод при всех его плюсах имеет ряд очень серьезных недостатков. И так как, в принципе, так или иначе, о некоторых нюансах данного мода я касался и в стримах, и в других видеороликах, я решил, что сегодня надо все-таки высказать определенные моменты, связанные с тем, как в текущий момент времени The Old Realms играется. То есть это не будет строго лишь негатив, строго лишь отрицательные моменты, но так как по большей части игрой процесс текущего состояния мода составляется именно из ряда таких вот текущих решений, а текущее решение содержит недостатки, то мы их так или иначе коснемся. Итак, что же у нас такое вообще Old Realms с точки зрения игрового процесса. А это тотальная переделка карты, то есть, по сути, у нас совершенно новая локация, совершенно новая сцена глобальной карты, полностью измененная, с полностью новыми механиками, но, по сути, общая концепция у нас сохраняется. То есть у нас здесь несколько фракций имеется, имеются, соответственно, различные боевые действия между ними, бегают по карте различные преступники, в том числе, в данном случае, в виде преступников выступают всякие обычные бандиты, а также культисты и зверолюди. Ну и что самое главное, в этот мир мы попадаем, по сути, никем, как, в общем-то, оно обычно в Матлбет и бывает, то есть начинаешь ты каким-то там приключенцем с минимум экипировки и пытаешься в этом самом мире выжить. И здесь мы встречаем главную первую проблему начала игры. Как и в других проектах, и, в общем-то, практически везде, у нас персонаж голожопик, то есть у него ничего нет и практически на что он толком не способен. При этом, при всем, противники у нас это достаточно многочисленные, и реально в этой игре очень много бандитов, не просто по количеству отрядов, но еще и по количеству отрядов самих по себе. И, соответственно, эти самые многочисленные отряды, они на нас пытаются чуть ли не стаками нападать, и мы, собственно, на самом деле даже с одним-то отрядом толком разделаться не можем на старте, просто потому, что у нас нет ни экипировки, ни подходящей вообще, в принципе, прокачки. То есть, чтобы хоть что-то сделать, вам нужно вначале отправиться в город, в городе закупиться, и только потом уже идти пытаться аккуратненько, очень, прям вот нежненько, с осторожностью, чтобы не больше, чем ты можешь одолеть, захавать себе противников и так вот чуть-чуть их разбивать. Да, это харкорно, кто-то, наоборот, скажет, что это круто, это вот как раз то, что я хотел, а то сразу этих самых лутеров бедных избивайте, ничего они тебе сделать не могут. Ну-то, отчасти, конечно, это так. Но если ты хочешь альтератив, то тебе альтератив нет. То есть здесь, в принципе, в игре буквально есть, ну, наверное, один только класс, одно сочетание, которое тебе позволяет на старте хоть как-то более-менее себя уверенно чувствовать. Это вампир рода Каштайнов. Причем именно Каштайнов, потому что здесь еще есть вампир Крови, это новый класс, и вампир Крови сам все ни на что не способен, потому что он, по сути, такой же беспомощный в начале. И здесь, обратите внимание, я говорю не о том, что просто сложно, а о том, что сложно безальтернативно. То есть нет у тебя, в принципе, каких-то настроек, нет у тебя возможности сказать, да, я готов, так сказать, стать вот этим самым хитрым мальчиком, который себе все получит на старте, ну, дайте мне более крутой класс, дайте мне более прокаченного там рыцаря изначально с лучшей экипировкой. А кто не хочет, соответственно, тут пусть идет к каким-то там крестьянином, который там уже сражается совсем уж в сложной ситуации. Ну, на самом деле, это совершенно и проблема Дэмон Лорда, и в многих модах есть такая вариативность, то есть хочешь, начинаешь крутым рыцарем, и, соответственно, уже с самого начала у тебя есть больше возможностей, хочешь, там начинаешь каким-то вот таким вот обычным, каким-то там пехотинцем, который с ржавым мечом пытается забороть толпу культистов. Решение, на мой взгляд, очень даже правильное, потому что, ну, действительно, почему бы и нет. И такая вариативность, с одной стороны, не лишит хархорщиков их возможностей, то есть она не сделает игру максимально простой, так что им стало неинтересно. Это лишь опция, и эту самую опцию можно выбирать, а можно не выбирать. И чтобы вы понимали, что я не стал совсем уж тряпкой, какой-то там непонятной губкой, которая все впитывает и ничего не способна в этой игре, я, да, знаю хитрые тактики. Например, берешь, покупаешь копье какое-нибудь более-менее длинное и бегаешь круги, наворачиваешь вокруг этих самых бандитов, если у них, конечно, нет металл-культистов, даже зверолюдей, в принципе, и рано или поздно их затыкаешь, если все-таки более-менее умеешь играть, то, скорее всего, урона много не пропустишь и победишь. Да и даже если у тебя есть еще и магия, тоже немножко попроще. Сначала там пуляешь какой-то магией у них, а потом даже бегаешь, тыкаешь копьем, ну или, допустим, берешь, покупаешь себе лук со стрелами, ну просто лук со стрелами дороже, и также бегаешь и частично их расстреливаешь. Но это, по сути, чуть ли не единственный вариант в этой игре, чтобы начинать более-менее нормально, чтобы прокачаться, чтобы, соответственно, не отваливаться, не умирать постоянно. И каждый раз, когда, допустим, начинаешь с одного класса, одно и то же повторить несколько раз, ну немножко раздражает, и опять же возникает вопрос о какой-то вариативности. Вторая проблема этого мода – это набор рас. Сейчас, по сути, в игре есть две основных расы. Это люди и вампиры. Люди, в свою очередь, делятся на имперцев и на бретонцев. Все остальные вариации – это сейчас зверолюди, которые представлены исключительно в виде бандитов и небольшое вкрапление демонов. Соответственно, ты в этой игре сейчас какое-то особенное разнообразие, которое потенциально может быть исходить от вселенной Вархаммер Фэнтези, ты этого не видишь. Да, конечно, вы можете сказать, что, собственно, в обычном-то Бенлорде у нас тоже вообще только люди, у нас вообще там никого больше нет. Но тут-то и прикол, что в Бенлорде как раз люди-то разные бывают, разные фракции, разные государства с разными стилистиками, с разными ростерами. И каждая фракция, она, по сути, уникальна. Она неповторима, она имеет свои собственные особенности. Пускай, да, все равно это все одно и то же тело, это люди, но при этом при всем в рамках именно таких вот концепций, когда ты берешь либо исторический какой-то сеттинг, либо какой-то там все-таки именно фэнтези, но с упором на людские фракции, ты их, ну, пытаешься как-то по-своему разнообразить. А вот в Old Realms проблема в том, что, по сути, люди сейчас, это, по сути, два ростера, два набора стилистик, два набора каких-то отличий, то есть это, как уже сказал, бретонцы и имперцы. Все же остальные государства, и именно в рамках этих двух архетипов, они практически идентичны, практически ничем не отличаются. Оправдание это вам простое. Дескать, здесь у нас не какие-то отдельные фракции, а просто градства, всякие там курфюсты в рамках отдельного государства. И, соответственно, эти самые градства, они не должны быть максимально отличимы. Это, ну, просто, по сути, какие-то феодально раздробленные детали, в которые включены в местный лор. Правда, тут надо сказать, что по-хорошему здесь разработчики, даже с точки зрения лора, не совсем правильные. Точнее, не совсем честные. Потому что даже у отдельных градств, отдельных там вот этих самых курфюрсов, были свои уникальные войска. И хотя здесь они тоже как бы представлены, видят вот этих самых известных отрядов Regiments of Renown. Но это не совсем то. То есть были именно отдельные какие-то ордены, отдельные какие-то направления, которые, ну, конечно, в принципе, совсем капитально ростер не меняет, но какие-то отдельные нюансы вносят. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что все равно рано или поздно в этой игре появятся и гномы там всякие, и хауситов заметно расширят, а может быть даже эльфы будут. Ну, то есть будет больше разнообразия, просто надо подождать. Поэтому я и говорю, что некоторые проблемы этой игры, это лишь проблемы временные. Просто сделали людей, потому что люди в данном времени, это, по сути, костяк именно этой территории, то есть делать каких-то там гномов, не сделав все вот эти самые отдельные градства людей, ну, не совсем правильно, потому что как раз у нас территория, это именно что Империи, Бретонии, и эти товарищи, они должны быть первыми сделаны, максимально проработаны, а потом уже к ним подселять каких-то других ребят. То есть дали, допустим, нам вампиров, как их противников, которые с ними сражаются. Вот, пожалуйста, как бы какой-то глобальный конфликт есть. Но именно здесь и сейчас вампиры, на мой взгляд, пока что не вытягивает. То есть нет прям такого вот масштабного противостояния, где ты бы прям видел, что сейчас вот близится конец времен, приходят всякие злые силы, вторгаются демоны там всякие из порталов и тому подобное. Пока что это не чувствуется, и я так понимаю, пока не ведут хотя бы каких-то там орков, которые будут на границе набегать этих самых имперсов. Так и будет. Третья глобальная проблема мода, которая тянется с самого начала, это его тяжеловесность и, в принципе, некоторые проблемы со стабильностью. Да, сейчас намного лучше, намного стабильнее мод работает, чем когда он только вышел. Тогда он вообще любил вылетать очень часто. Сейчас, в принципе, чтобы вылет случился, надо постараться, и можно очень даже уверенно играть, без каких-то ожиданий того, что игра опять сейчас зависит, опять вылетит, и это все само собой очень серьезно портит впечатление от игры. Но даже без этого есть некоторые проблемы, которые будут мешать многим людям с этим модом познакомиться. Этот мод очень долго грузится. Причем вначале ему нужно сначала просто прогрузиться, просраться, как говорится, и для этого нужно кучу оперативной памяти задействовать. У некоторых на этом этапе уже мод вываливается, отваливается, то есть все-таки вылета есть, но именно связанная с такой вот предзагрузкой его. И тут, на самом деле, первый вот этот этап, когда нужно там сидеть полчаса, даже, наверное, час, ждать его запуска. Очень проблемен для многих, потому что некоторые любят здесь и сейчас загрузить, поиграть, а тут надо подождать сначала загрузки, потом еще нажать специальную кнопочку Build Shader Cache, то есть он еще будет тоже где-то там полчаса, час эти самые тебе модельки кэшировать, то есть обрабатывать их, чтобы у тебя непосредственно на самой игре они не подгружались на лету. Потому что если они будут подгружаться на лету, это будет все проводить тормозам, допустим, открываешь ты магазин, а у тебя все там 5-10 минут подвисает, потому что это все дело обрабатывается. Связано это и с особенностями движка Банелорда, и в принципе с текущим подходом к игроделу, потому что когда у тебя такие вот высококачественные модельки, текстурки, все это в любом случае требует обработки. Многие игры сейчас, если кто не заметил, довольно часто этим самым страдает, то есть ты загружаешь меню, а у тебя все как-то криво, косо грузится, потому что загружают сначала какие-то лоу-поли модели, ну то есть совсем какие-то низкодетализированные, потом по пути начинает все улучшаться, улучшаться, некоторые говорят, просто тебе говорят, жди, пока мы подгрузимся, и сам нативный Банелорд, он в принципе достаточно быстро грузится, а вот когда мы вот эти всякие моды включаем, то конечно тут имеется проблема связанная с тем, что тут еще более крутые модельки, их еще больше, ну в общем тут отдельная история, но в любом случае мод этот один из самых долго грузящихся, то есть надо реально долго ждать, реально долго кэшировать, но правда с другой стороны если ты все это дело прокэшировал, загрузил, не вышло обновление, что очень важно для игры, то в принципе играть можно совершенно спокойно, то есть в этом плане мод уже гораздо лучше стал, гораздо оптимизированный, гораздо стабильный, и я думаю, что разработчики в этом плане молодцы, потому что проделали очень серьезную работу, потому что вот весь этот объем, что они уже внесли, нормально работал, потому что еще когда мод только появился, были опасения, я сказать, это если сейчас так все глючат, то что будет, когда там еще куча фракций добавляют, сейчас я понимаю, что наверное просто будет нужно ждать уже теперь не час, а там, не знаю, три часа, когда еще куча фракций ведут, но зато потом будет все работать нормально. четвертая проблема, она на самом деле отчасти пересекается с первой, но она немножко по-своему раскрывается, это то, что многие фишки данного мода, они для себя раскрываются, ну, прям вот очень небыстро, то есть тебе нужно долго-долго качаться, бегать, какие-то деньги фармить, чтобы открыть туставляющую контент, которая, ну, очень вкусная, но она прям вот закрыта с точки зрения именно в нее выгодновения, допустим, начинаешь ты за мага, у тебя уже есть какие-то там заклинания, но они там по чуть-чуть дают тебе какие-то слабенькие, а чтобы открыть хорошее заклинание, тебе нужно хорошую прокачку иметь, кучу бабла, чтобы кучу бабла, тебе нужно очень долго сражаться, то есть твой персонаж изначально маг, но как бы маг слабенький, и соответственно, чтобы стать нормальным, магам нужно кучу времени потратить. С одной стороны, конечно, это логично, это даже реалистично, потому что даже по лору там маги учились годами, вот всяких своих академиях сидели, всякие там книжки читали, у мастеров уроки брали, и только-только потом уже к старости своей становились крутыми магами, которые могли там крутые вещи творить, но с другой стороны, все-таки у нас здесь игра, и игра должна, ну как бы немножко больше давать игроку с точки зрения вкусняшек, и поэтому многие вещи в этой игре, опять же повторюсь, наверное, завязаны просто на то, что нужно было бы дать какие-то альтернативные возможности, чтобы стать изначально более крутым персонажем. Ну ладно, это я уже все опять свои хотелки реализую. Здесь я все-таки считаю, что в рамках текущего мода просто банально есть некоторые этапы, где тебе просто банально скучно будет. То есть, допустим, есть для тебя базовая прокачка на лутерах, когда тоже сам имеешь более-менее нормального персонажа, то есть который уже способен этих лутеров раскидывать, и ты просто бегаешь, этих самых злодеев, бандитов убиваешь, всяких там зверх людей раскидываешь, и вот так вот тебе нужно долго-долго побегать, чтобы, допустим, вступить во фракцию. Вступил ты во фракцию, опять же, долго-долго бегаешь, качаешься, чтобы нормально на поле боя себя представлять. Артиллерию там, если тебе надо, артиллерию, опять же, небыстро ты получаешь, магом там становишься, вампиром, кстати, тоже надо еще свои сестелки и перделки получить, и в этом плане, опять же, все небыстро, это, конечно, обеспечивает более длительный игровой процесс, и многие, наоборот, это любят. Но я бы все-таки более так равномерно бы игровой процесс строил, потому что это на самом деле проблема не только конкретно давным мод, это проблема бандилорда в принципе, и модов для него, поэтому мне кажется, что именно в рамках Old Trials можно как-то интереснее, равномернее игровой процесс распределить. Возможно, кстати говоря, в этом плане поможет какое-то сюжетное вставление, сюжетные вкрапления, которые будут, соответственно, потихонечку игрока куда-то там вперед двигать, допустим, как альтеративный режим полной песочницы, вести прокачку, получение всяких фишек, навыков через вот этот самый сюжет, как вариант. Ну и еще одна маленькая деталь, может быть, кто-то ее вообще даже не заметит, но для меня она является очень важной. А дело в том, что турниры в этой игре зачастую бывают ну слишком имбалансными, и проблема кроется в вампирах, которые изначально имеют очень перяпанные характеристики, и в принципе по лору это объяснимо, но с точки зрения именно того, что их пускают на турниры, причем не просто на турниры, а на турниры людские, и они с этими вот этими перяпанными характеристиками в принципе тебе шансов не оставляют, пока ты ну совсем не прокачаешься сильно. Это, конечно, не очень правильно, и допустим, если в рамках турниров именно вампирских, ну наверное, есть в этом смысл, то как минимум в людских, ну вообще не должны участвовать такие вот перяпанные персонажи, нужно очень аккуратно к ним допускать лордов, особенно тех лордов, в которых разработчики специально сделали такими вот мега сильными персонажами. Ну а так, в принципе, ни в коем случае мод не является плохим, просто он еще пока что не доработан, пока что есть здесь определенные моменты, которые оставлены на будущее в плане доработки, а так, разработчики кучу всего уже сделали, кучу интересных вещей вели, я вот жду, не дождусь, когда новые фракции, полноценные фракции будут добавлены, и тогда начнется прям полноценная заварушка, и вот тогда-то мы посмотрим прям насколько раскроется потенциал именно Оу-Три Аус в рамках Банелорда. Ну а с вами был Ванок, спасибо за просмотр данного видеоролика, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok